Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас снова приветствовать на канале Среда Обитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Сегодня он будет посвящен двум городам. Первый город российский Суджа, что в Курской области, и второй город Лебедин, это Украина, Сумская область. Данный обзор сравнения предложил провести один из моих зрителей, за что ему огромная благодарность. И давайте начнем с города Суджа. Город в России, административный центр Суджанского района Курской области, образует одноименное муниципальное образование город Суджа со статусом городского поселения, как единственный населенный пункт в его составе. Вот таким образом город выглядит со спутником. Ну вот здесь достаточно так вот интересно получается, что он разделен как бы на две части. Вот видим мы таким образом граница отчерчена этого города. Ну и предлагаю начать нашу прогулку с города Суджа. Хотя вот опять же заранее посмотрел некоторые изображения. К сожалению, нет у нас видов вокзала. И в городе Суджа может быть есть музей, но то же самое его нет. Но давайте какие есть интересные места просмотрим. Наверное начнем с центральной площади. Здесь вот тоже странно показано, что это советская площадь, но когда мы открываем, здесь почему-то указана ярмарочная площадь. В общем непонятно, не совсем ясно. И то, даже по данной площади некоторые изображения такие вот незначительные. И все. В общем мало-мало очень информации, к сожалению. Вот новогодние изображения кое-какие есть. И на этом фактически заканчивается все. Ну как обычно говорю, давайте довольствоваться тем, что непосредственно есть в каждом городе. И что мы можем посмотреть, конечно же. Давайте посмотрим один из парков. Возможно, может быть он тут и единственный. Не знаю, сейчас дальше будем просматривать. Заранее не смотрел ни один город. Опять же действуем по принципу случайного туриста. Ну вот такой вот замечательный парк. Очень неплохой, достаточно ухоженный. Вот такие виды, посмотрите. Вдали видим хорошие здания уже. Можем наблюдать. Тут местный житель. Ну, различные батуты, различные развлечения для детей. Опять же, это вот площадь, которая рядом мы видели. Ярмарочная или советская, в общем, непонятные. Памятные места. Ну, таким вот образом можно лицезреть вот этот вот парк. Еще одно такое уютное, интересное место. Сквер Щепкино. Давайте тоже пройдемся. Посмотрим, установлен бюст. Ну, здесь тоже не особо, конечно же, какие-то изображения. Присутствует, к сожалению, толком рассмотреть невозможно. Да, вот по поводу того, что кто такой Щепкин. Михаил Семенович Щепкин. Русский актер. Ага, ну вот, посмотрите, вот так вот выглядит прилегающая территория в этом сквере. Хорошо нашли неплохую фотографию. Да, вот здесь вот уже несколько изменен этот сквер. Ну, скажем так, лучше стал выглядеть. И здорово. Еще один сквер или парк. Как правильно, непонятно, потому что по разным информаторам нам указывает. Но вот, посмотрите, достаточно интересный и уютный. Много различных фигур представлено. Есть вот такой вот фонтан интересный. То же самое. Места отдыха. И самое главное, мне нравится то, что стоят вот эти вот лавочки все в тени деревьев. Это огромнейший плюс. Здесь вот скульптуры всевозможные. Ну, в общем, такой вот уютный семейный сквер, парк, правильно как назвать ее, где можно погулять, отдохнуть и посидеть в тени вот этих вот деревьев. Есть в городе Суджа очень интересные храмы. Вот церковь Ильи Пророка таким образом выглядит. Достаточно величественная. Здесь, кстати говоря, есть у нас год постройки 1875. Еще одна церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Год постройки 1828. То есть вот достаточно такие старинные храмы, расположенные в городе Суджа. Давайте теперь посмотрим украинский город Лебедин. Город в Сумской области Украины входит в Сумский район. До 2020 года был городом областного значения и составлял Лебединский городской совет. Помимо этого, до 2020 года являлся административным центром упраздненного Лебединского района. Вот таким образом выглядит город со спутника. Здесь он не разделяется, как мы с вами смотрели Суджу. Но вот город достаточно компактный такой. Каких-то больших водоемов поблизости тоже я не вижу. Речка вот здесь проходит совсем небольшая. В городе есть краеведческий музей. Давайте взглянем на него. Ну вот такое двухэтажное здание. Можем зайти вовнутрь. Несколько посмотреть панорам. Классические, исторические какие-то композиции здесь расположены. Таким образом выглядит утварь старинная. Предметы. Кстати говоря, можно даже прогуляться немножечко по музею, что очень здорово. Может быть в городе Суджи также есть музей, просто-напросто нет съемок, нет информации по нем. Но если кто-то из местных жителей просматривал бы, так же написал и прислал даже изображение, было бы очень-очень здорово. Так, ну вот такие экспонаты здесь представлены. Несколько залов давайте посмотрим, пройдем. Видно, что, конечно же, музей небольшой. Ну, в принципе, для такого небольшого города вполне достойный музей. Кроме этого, есть еще художественный музей. Таким образом выглядит. Так же зайдем вовнутрь. Есть достаточно много здесь панорам. Такие картины, фигуры. Какие-то элементы тоже старинной присутствуют. Пианино стоит в углу. Вот здесь всевозможные какие-то статуэтки. Так же расположены. Смотрите, какие-то огромные, просто огромнейшие картины. И очень много их. Еще давайте в один зал пройдемся. Здесь тоже самое. Ну да, такая вот элементарная подсветка. Ну что, для, в принципе, для такого вот небольшого городка музей вполне достойный, хочется сказать. Тем более, есть и краеведческие, есть и вот именно картинная галерея. Это просто здорово. В одном из скверов установлен памятник Тараса Григорьевича Шевченко. Думаю, что не стоит рассказывать, что за человек такой. Почему ему столько много памятников мы можем наблюдать на территории Украины. Вот этот парк заодно и с вами посмотрим. Нельзя пройти мимо мемориала «Лебединая песня». Вот таким образом он выглядит. Можем даже почитать, чему посвящен данный мемориал. Достаточно величественный. Такой вид открывается с территории этого мемориала. Интересная очень фигура. Зимний пейзаж. Еще один небольшой мемориальный комплекс. Сразу же непонятно было мне, что он из себя представляет. Но вот здесь хорошо видна табличка. Это казакам борцам за волю Украины. Вот, пожалуйста, таким образом он выглядит. Можно посмотреть его со стороны. Ну, конечно, прилегающая территория в ужасающем состоянии. Октябрь 2020 года. Ну, сам памятник или здесь мемориал, можно сказать, в принципе, достаточно неплохо выглядит. Из-за исключения, может быть, некоторых деталей, конечно же. В городе Лебедин можно наблюдать вот такой Николаевский храм. Довольно-таки огромный и необычной постройки. Просто интересно, конечно же, с какого года построен данный храм. Вот информации здесь нет. Кто из местных жителей будет просматривать, пожалуйста, напишите в комментариях, когда был построен данный храм. Можем посмотреть районный дом культуры. Посмотрите, как здорово выглядит это здание. Внутрь зайти. Идет какое-то выступление. Очень красивое здание. Ну, и в городе Лебедин можем посмотреть еще пляж возле вот такого озера. Одноименное озеро. Ну, да, вход, конечно же, небольшой. Не знаю, почему можно было бы брать вот эти вот все заросли. И здесь открывался совершенно иной вид и заход для людей. Ну, а так песочек, конечно же, здорово. Очень белый такой. Неплохой. Съемки июнь 2018 года. Ну, что ж, возвращаемся мы в Россию. Город Судже. Курская область. Давайте чуть-чуть погуляем по улицам. Хотя, вот, сами видите, здесь, конечно же, изображений так много будет. И, в принципе, будем довольствоваться, конечно же, тем, что есть. Какие есть изображения, то и посмотрим. Итак, у нас съемки август 2019 года. Территория рядом с храмом. Улица пошла. Давайте вот так в разные стороны посмотрим. Ну, что ж, смотрите. Небольшой такой поселок. Смотрите, как неплохо выглядит улица. Да, хорошее дорожное покрытие, за исключением чего? Ну, каких-то разметок там и так далее. Этого ничего нет. Ну, здесь есть такой зеленый заборчик. Кое-какие непонятные вот там вот отвалы. Стройматериалы еще остались. Возле домов. Кое-где, ну, кое-где, так скажем, проблематичность присутствует определенная. Ну, и присутствует ухоженность. Нельзя сказать, что здесь вообще прям запущено. Такой районный городишко вообще загнивающий. Да нет, в принципе. Посмотрите, довольно-таки достойный. Я ожидал хуже. Вот еще надо посмотреть. Конечно же, может быть, есть изображение где-то многоэтажки, как они выглядят. Но вот это, скорее всего, административное, конечно же, здание. Да, вот здесь проблематично. Вот, смотрите, вроде бы историческое здание. Выглядит неплохо. Рядом, конечно же, уже жутко. Ну, прям, наверное, каких-то явных многоэтажек мы не наблюдаем. Есть вот трехэтажные многоквартирные дома. Ну, в принципе, да, старые, понятно. Но чтобы уж прям вот так развалины какие-то ужасные. Да нет, в принципе, ничего. Уж так и страшного нет в этом. Так, девятнадцатый год. У нас по-прежнему съемки. Хорошие дорожные покрытия отмечаем. В принципе, нет зарощенности. Вот и на этой стороне города давайте пройдемся, может быть, чуть подальше. Ну, фактически это окраина. Просто окраина, фактически. Посмотрите. Ну, а хочется сказать, что общий вид-то и неплохой. Что-то съемки вот такие какие-то размытые. Поэтому плохо видно. Ну, посмотрите. Разве можно сказать, что здесь запущенность какая-то? Да нет. Нормально. Достойно. Посмотрите, въезды к каждому дому. Ну, там домики, опять же, по поводу домов. Как я всегда говорю, в каждой стране есть человек деньги. Он строит там два, три, ну, может быть, пять этажей своего частного подворья. И доволен и счастлив. Но у кого нет, да, вопрос именно в ухоженности, в чистоте и порядке. Ну, здорово выглядит. Вообще бесспорно. Ближе подойти не можем. Да, конечно, до совершенства довести. Там, не знаю, там разноцветную плитку положить, там что-то. Здесь насаждений зеленых мало, как я обычно тоже придираюсь. Вот это уж сильно придираться, конечно же, нужно. Да, вот, кстати говоря, по этой стороне, смотрите, все выстрижено. Вся травка ухожена. Деревья также вот снизу подрезаны, что, я говорю, всегда придает определенную ухоженность. Вот, смотрите, они ровненькие все идут. Побеленные. Ну, да, такая традиция. Белят, белят, белят. Сейчас посмотрим, украинский город, то же самое белят. В общем, каких-то многоэтажек, в принципе, нет. Давайте вот так, в принципе, по улицам, по улицам, отдельными участками пройдемся, посмотрим, как они выглядят. Вот такая широкая улица, где-то административные, какие-то производственные даже здания, не административные, скажем так, частный сектор. Ну, то же самое. В принципе, и здесь, вот по этой улице, я бы не сказал, что прям совсем уж плохо, совсем все запущено. Какой-то ужас встречается. Нет, хорошее дорожное покрытие. Август 19-го года у нас съемки. Также обочины выглядят достойно. Ну, здесь вот, наверное, административные здания. Ну, вот посмотрите, вот все эти лужайки, все выкашено. И мусора никакого, ничего нет. Вот такой районный городишко. То есть, молодцы, местные жители, администрации содержат вот в таком достаточном порядке. Еще бы съемки были бы, конечно, поприличнее. Ну, вот дальше продвинулись. Какие-то даже цветочные композиции у нас появляются здесь. Здесь то же самое. Вот круговое движение, что я люблю посмотреть. Ну, друзья мои, мы не будем с вами делить вот частный сектор где-то, просмотры. Либо, опять же, я говорю, где многоквартирные дома, так как таковой их в принципе нет. Поэтому смотрим все сразу. Частный сектор. Вот на такую улицу попадаем. По ухоженности, я бы сказал, прям тоже неплохо. Местами, да, вот, в принципе, заброшенный дом. Ну, а что мы от него хотим? За минусом трубы, к сожалению, вот эти вот проходят. Как-то я их не заметил сразу, а вот тут прям бросились глаза сразу же. Ну и дома. Да, непонятно, что происходит. Вот, например, с крышей, вот с этим домом, да? Придомовая территория. Придомовая территория, ну, в принципе, в принципе, много еще чего можно сделать и может быть необходимо. Но, опять же, я говорю, люди по своим возможностям это все делают. Но, тем не менее, в принципе, придомовая территория тоже не такая уж и страшная. Ну, фактически, вот где-то находимся примерно в центре, наверное, города Суджа. Здесь вот такие виды открываются. Кинотеатр есть. Для небольшого города тоже достойно. Вот такой вот заборчик из насаждений зеленых. В принципе, неплохо. Не пойму только люди, чего они вот идут именно по дороге здесь выперлись. Вон, есть тротуары. Идите там, прям посередине дороги. Сейчас странно, непонятно. Причем, не случайные пешеходы, да? Вот еще тетенька там идет. Вот здесь молодой человек чешет. И там то же самое. Я не пойму, что они все по улице-то ходят, по дороге. Странно. Так, ну ладно. Ох, с ними пусть ходят. Так, вот здесь мы попадаем уже на площадь. Да, жаль, наверное, туда только не зайдем, не посмотрим. Ну, в принципе, вот общая картина по поводу многих мест, я думаю, по городу Суджа уже и понятна. Вот это вот, может быть, это все-таки вокзал. Ага, ну вот, друзья мои, все-таки нашел я место, где можно посмотреть вот эту площадь, прилегающую территорию. Посмотрите, как здорово. Вот вам Курская область, город Суджа. В принципе, Курская область не такая уж и богатая. Да, вот тут вот что происходит. А вот тут вот, пожалуйста, ложка дегтя. Откуда-то вывлилось это все. Странно. Очень странно. Вот, ну, в общем, конечно же, есть, вот, пожалуйста, что это с мусором там происходит. Интересное. В общем, есть, конечно же, местами проблематичные какие-то зоны, но в основном общий вид вот такого небольшого городка просто порадовал. Вот опять попадая в частный сектор, совершенно случайно прилегающие территории здесь. Смотрите, какие к зданиям. Ну, здесь, может быть, несколько похуже, но тем не менее. Здесь какая-то торговля, что ли, идет, не пойму. Или какие-то... Ну, да, торговая дочка. Конечно, очень странная, без вывески, без всего. Но чем-то торгует. Здесь по типу сквера что-то разбито, посмотрите. Тоже неплохо. Ну, вот, идем дальше по улицам. Где-то, где-то шероховатостей достаточно много. Но общий вид, общий вид улицы. Не обращая внимания на здания. Да, понятно, я говорю, они, скорее всего, вот они просто заброшены полностью. А общий вид улицы и достаточно неплохой. Проблемные дома. Ну, да, вот, пожалуйста, есть они. Но вот видно, что тут уже никто не ходит, не живет. Но его никто не трогает. Опять есть хозяин. Так он и будет, может быть, стоять. Что мы видим, контраст во многих странах. Да, частная собственность. Ну, в общем, в принципе, вот небольшой городок порадовал. Давайте посмотрим теперь украинский город Лебедин. Как он выглядит, как выглядят его улицы и частный сектор. Ну, здесь вот, конечно же, побольше изображений мы видим. Ну, и давайте посмотрим, наверное, если они свежие. Ну, вот, да, к сожалению, о чем я и сказал. Тут только пятнадцатый год. Конечно, это никуда не годится. Очень обидно. Давайте, может быть, где-то сейчас поищу получше. По свежее, вернее, изображение. Здесь у нас открываются такие виды. С проблематичным дорожным покрытием. С не совсем приличными зданиями. Ну, вот, прям очень уж где-то свежие съемки, к сожалению, не попадаются. Пока вот такие виды. Здесь вот восемнадцатый год. Такой панорамный снимок с высоты птичьего полета. Февраль. Ну, да, зимний-зимний пейзаж, конечно же. Он не дает определенного представления о любом населенном пункте. Но, тем не менее, давайте посмотрим все-таки. Покружимся. Хотя бы чуть-чуть рассмотрим, давайте, здание. Ну, в принципе, вот это здание мы с вами смотрели. Здесь вот на улице до этого были. Так же она проблематичным и осталась. Вот этот сквер, где памятник Тарасу Шевченко стоит. Дальше посмотрим. В таком состоянии вот здание. Где-то есть более-менее посвежее. Даже новострой, наверное, присутствует. Ну, в принципе, до восемнадцатого года, я думаю, тут изменений особых и не было. Может быть, с восемнадцатого года опять же появились. Вот здесь заметил круговое движение, друзья мои. Не могу его не посмотреть. Очень оно такое скромное, в принципе. Есть какие-то цветочки посажены. Ну и все на этом. Дома старые хрущевские советских времен. Прилегающая территория. Ну, есть, конечно же, места прям запущены совсем. И тротуар не совсем приличный, разрушенный. Да и во двор. Если мы заглянем, то ничего тут особенного не увидим. Балконы, в принципе, как и в России такие же часто можем наблюдать в таком же состоянии особо неотличимы. Думаю, может быть, на сегодняшний момент, конечно же, что-то изменилось. Здесь вот получше тротуар пошел. Такие же старые здания. Ну вот, восемнадцатый год мы с вами смотрели с высоты птичьего полета. Особых изменений, конечно, не наблюдаю. Ну, кто-то, может быть, местный будет смотреть. Напишите в комментариях, что изменилось, что улучшилось в данном городе. Здесь вот пока ничего особенного нет. Давайте еще более свежие изображения попробую поискать. Может быть, что-то мы с вами обнаружим. Ну вот, пожалуйста, восемнадцатый год, октябрь. Фактически девятнадцатый год, да? Я, как уже и сказал, особых изменений не произошло. Мы по этой улице сейчас с вами только что продвинулись фактически. Также фасады домов остались. Ну да, вот год постройки, восемьдесят третий еще. Новостроя никакого нет, к сожалению. Таким образом они выглядят. Вроде бы дорожное покрытие неплохое. Ну, а так общий вид. Такой как-то депрессивный. Вот здесь вроде бы как начали делать фасад здания посвежее немножко. Но я думаю, что это не жилое, а какое-то, наверное... Так, то ли это клиника, то ли школа. Кассы написано, не знаю, что это такое. А, это банк. Ну, это банк на первом этаже, да. Это банк на первом этаже. Ну, а тут даже четырнадцатый год, в принципе. Такое местечко уютное, посмотрите. Да, скамеечка вот, конечно, не совсем хорошо выглядит, как я говорю часто. Ну, есть клумбочки. Ну, такое уютное место, в принципе. Так, что здесь? Какой-то клуб, кафе семейное в таком здании. Ну, а сами вот жилые дома. Ну, опять, посмотрите прилегающие территории. В принципе, выглядит и неплохо, ухоженно. Нет такой вот запущенности, какой-то грязи там, какого-то мусора здесь. Да, этого ничего нет. Это хорошо. Нет ухоженности в плане того, что газоны вот не оборудованы, да. Минус, тротуары не совсем хорошие. Это беда. Ну, а мусора, грязи нет, в принципе. Тоже здорово. Здесь вот и дорожное покрытие неплохое, посмотрите. Тоже старые здания. Деревья, как я говорил, побелены точно так же, как и в России все происходит. Ничего особых изменений нет. Тротуары. Тротуары вообще, что ли, без всякого покрытия? Я не пойму, друзья мои. Честно говоря. Ну да, в принципе, даже асфальтного покрытия нет. Это беда. Вот как-то, как будто бы город как подзапущенный полностью. Никому не нужен, ни властям. Вот как будто совершенно ничего здесь не происходит, не делается. Ну и причем, я хочу сказать, не надо говорить, что это старые съемки. Сейчас там сильно все изменилось, сейчас все здорово. У нас попадались вот 18-й год, причем конец 18-го года, считай, 19-й год. Вот. И, в принципе, мы видим, что особых изменений никаких не произошло. Не то, что особых, вообще изменений нет. Так, вот такой сквер тоже здесь небольшой. Есть кое-какие лавочки. Ну, тоже старые съемки, не будем придираться. Здесь, скорее всего, детский сад. И причем новое здание тоже здорово и хорошо. Да, скромный такой, уютный, в принципе. Ну, есть и то хорошо. Вот, конечно, обидно, даже точечные такие панорамы, и то все вот старые изображения. Здесь вот так же 15-й год. Где-то местами, да, неплохо. Ну, посмотрите, вот уютная улочка, в принципе. То же самое. Ну, чем она плоха? Сейчас мы смотрели Суджу. Особых изменений по некоторым улицам. В общем, вот если сравнить, опять же, эту улицу и одну из улиц города Суджи, где-то вот ближе, опять же, к окраину, выглядят они примерно одинаковые. Где-то местами вот есть, да, торговые точки, скажем так, они здесь более облагорожены. И вот здесь такой новостроечка, такой мы тоже обнаруживаем. Ну, одна единственная. Но опять это на 15-й год, возможно, сейчас побольше что-то уже построено. Да, старый бордюр, да, не совсем приличное дорожное покрытие, но так же без разметки, как и в городе Суджа, в принципе. Где-то местами, может быть, Суджа и получше выглядит, чем Лебедин. Но, тем не менее, все равно, в принципе, вот, судя по этой улице, и не так же не совсем уж и запущенный. Хотя вот до этого я посмотрел прям как-то, как-то прям совсем не понравился город. Ну что, пройдемся по частному сектору. Ну, тоже здесь, конечно, питать особых надежд мы не будем. Тем более, съемки довольно-таки старые. Панорамных нет, таким образом. Выглядит вот одна из улиц. В принципе, даже дорожного покрытия нет. Очень много зелени, что тоже хорошо. Перейдем на соседнюю улицу, в этом же районе. Ничего, в принципе, не изменилось. Точно такие же виды. Еще одна локация в этой же, в этом же районе. В принципе, все то же самое. Чуть-чуть в сторону от этого района я ушел, друзья мои. Ничего особо здесь не изменилось. Здесь вот непонятно, сено сушит. Прямо такое чувство, что привезли сюда именно сушить. Делают забор, мужики. Занимаются ремонтом. Ну и совершенно другой район мы перенеслись, города Лебедин. В принципе, ничего тут особо не поменялось. Картина ясна. Так вот выглядит тоже частный сектор. Ну, сами все видите. Кстати говоря, в городе Суджи мы тоже смотрели старые съемки. Вот на то время таким образом выглядел частный сектор. И в Судже, и в городе Лебедин. В принципе, ничем особо тут и не блещет. Да, кстати говоря, в городе Судже даже был на год старше эти съемки. Ну что ж, друзья мои, на этом я заканчиваю свой обзор сравнения. Спасибо огромное всем тем, кто досмотрел ролик до конца. Пишите комментарии по тому, что вы увидели. Выражайте свое мнение, свои предложения какие-то. Ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Впереди будет много чего интересного. Ну, а мы с вами, как всегда, увидимся на канале Среда Обитания. Всем до свидания.